К активной работе на месте порыва специалисты водоканала приступили около 10 часов утра. Сам же порыв произошел в районе половины седьмого. Начать копать раньше было невозможно. Сперва территорию на наличие опасных коммуникаций осмотрели представители горгаза и электросетей. Представителям водоканала пришлось в экстренном порядке отключить подачу холодной воды в доме номер 107 по улице Мира. Ну а чтобы люди вообще без воды не оставались, подогнали вот такую специальную машину, где жители могут подойти и набрать воду в канистры. Водовозка, конечно, сразу стала центром протяжения воду. Люди набирали во что только можно – банки, ведра, бутылки. Терпим. Ну в какой раз уже приходите за водой? Первый. Первый. До этого запасов хватило немножко, да, видно? Ну, да. Ну вот эту воду сейчас ничего вообще используют? Хозяйственные нужды. Ну, посуду помыть, да, там, туалет. Да, 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 все. Пить уж такую воду не будем пока. Здесь же один из жителей рассказал, какая картина была во дворе рано утром. Вы, получается, за сколько с работы пришли? Без 15,8. И какая картина здесь была? Вот. Океан был, что это такая. Еще вот кругом. Порыв действительно был серьезный. Это подтверждают не только очевидцы, но и видеозапись, которую местные жители выложили в социальных сетях. Вода в буквальном смысле била из-под земли. В причинах порыва разберутся специалисты. Скорее всего, главный фактор вновь – износ сетей. Напомним, в целом, по городу он составляет более 65%. Восстановить подачу водоснабжения представители водоканала обещали до 18 часов. Александр Халин, Булат Абдульманов. Новости НТР.